Это очень полезная функция, которая доступна напрямую из SaaS Management Console. Проверка доступности сервера. То есть вообще мы можем проверить, работают ли сейчас в СТП серверы. Вообще есть ли проблема в поднятии какой-либо сессии. Есть ли проблема в поднятии сессии Workspace сервера. Есть ли проблема в поднятии ПВС или ПВС. Сможем ли мы просто вручную это сделать? И эта штука доступна напрямую из SaaS Management Console. Мы можем выполнить эту проверку. Но когда это может быть полезно? Когда пользователь работает в некоторых клиентских приложениях, и у него при исполнении кода ничего не выполняется, возникает какая-то ошибка, которая говорит мало о чем. То есть ошибка может выдать какой-нибудь системный stack trace, который был бы для администратора платформы SaaS не совсем понятен и не совсем полезен. И, собственно, в первую очередь, одно из приоритетных проверок, это надо выполнить, вообще работают ли эти сервера сейчас. Мы, когда заходим в SaaS Management Console, они у нас тут есть в списке. То есть вот тут, например, SaaS APPCM, Campaign Management. И у нас есть Workspace сервера. Нажимая правой кнопкой на вот эти сервера, кликая Validate, мы можем посмотреть, проходит ли валидация этого сервера, то есть поднимается ли сессия или нет. Можем мы сейчас на них работать или нет? То есть это один из пунктов, который помогает нам понять, в каком этапе возникают проблемы. Вот вылетает небольшой лог о том, что тестовый запуск сервера прошел, все хорошо. По факту, когда мы нажимаем Validate, быстро поднимается некая сессия, быстро запускается некий тест-кейс, и она же закрывается. Это все выплевывается в лог и говорится о том, что сервер у нас работает хорошо. Значит, может быть, проблема в чем-то другом. Ну и, наверное, стоит проговорить, не так часто используется на практике, но все же, мы можем просмотреть сессии, которые открыты сейчас на том или ином обработчике, на ПВС, СТП, либо там ВС. Опять же, открыв, и соседняя функция Connect, мы можем на нее нажать и увидеть список процессов, которые сейчас открыты, и список пидов операционной системы, которые они запущены. Ну, когда это бывает полезно, когда какой-либо из процессов генерирует и использует большое количество ресурсов, и нужно бы определить, что это за процесс. Мы в операционной системе по топу можем увидеть номер процесса, и, собственно, тут мы можем его определить, посмотреть на него, какую-то сводную информацию получить, кто запускал этот процесс, из какого приложения, допустим, он тут тоже, у нас появилась там девайс, какой там пользователь съел большее количество места, ну и так далее. Ну, это какая-то сводная информация дополнительная, которая может быть полезна. Ну, и завершая историю про компьютерсервер, вот как раз список логов, куда стоит обращаться. Ну, Connect Spawner, ладно, это в последнюю очередь, вот Object Spawner — это посредник. Опять же, если сессия не открывается, куда-либо можно посмотреть в лог посредника, который открывает эти сессии. Возможно, с ним какие-то проблемы. Ну, и, собственно, обработчики, о которых мы обговорили, Batch, Workspace, PWS, STP, они хранятся все централизованно в одной директории SOS Application, только зависит от имя обработчика. То есть, если это PWS, то здесь будет PWS, Lox, STP, STP, Lox, ну и так далее.